В воскресенье. На столе стоят две кружки с горячим чаем. В этот день недели немцы обычно давали передышку, не обстреливали жилые дома. Но этот раз стал исключением. Тишину в комнате нарушил громкий удар. Фашисты сбросили на дом Эдуарда Марчика несколько зажигательных бомб. Мужчина признается, страшная картина перед глазами до сих пор. Разрушен наш полностью дом и сохранилось два подъезда. Наш крайний и соседний. А мы на пятом этаже. Вот как в нынешних условиях нам, детишек, спуститься? Месячная маша разрушена. Но настолько была мощная сила взаимной поддержки, что взрослые обошли квартиры, нашли простыни, связали их. Нас, соседние девочки, спустили. 872 дня ужаса, голода и смертей. 18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. Этот момент стал переломным в битве за город на Неве. Об этом Эдуард Марчик рассказал школьникам. Встреча прошла в театре Самарт. Если семья какую-то ворону добыла, это было целое счастье, удача. Вы знаете, какой у нас шоколад был в блокаде? Арина Суменкова про тяжелое военное время наслышана по рассказам бабушки. Девочка уверена, узнавать о событиях прошлого намного интереснее от реальных людей, чем и школьных учебников. Она мне рассказала историю, что когда-то к ним приехали немцы, и они у них еще и жили. Это было очень для меня неожиданно. Мне было немножко страшно. Люди в то время боролись за жизнь, за мир. И мы должны помнить, мы должны чтить память. Также гости увидели мультимедийную выставку. Ее организатором выступил Фонд социальных инициатив «Мирные люди». Это в первую очередь выставки напоминания, которые можно увидеть на одной части экранов. И с другой стороны это фотопроект Сергея Ларенкова. Так что любой зритель с 18 до 29 января может посетить их в свободном режиме в фойе театра. Работы в очередной раз напомнили школьникам о героизме советского народа. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. Непокорен.